Приветствую вас, друзья, и вас, дорогие враги, давай заново. И это судья в всероссийской категории, которая работает на тысячи людей. Немножко застеснулась. Привет, друзья, и вам, враги, тоже. Сегодня мы будем готовить узбекский плов. К сожалению, у нас не все есть для того, чтобы приготовить классический узбекский плов. Мы можем посмотреть оборудование, на котором мы будем готовить это прекрасное блюдо. Для того, чтобы приготовить хороший плов, нужна толстостенная посуда. Но мы попытаемся приготовить вот в этой кастрюльке плов. И начинаем мы с того, что включаем газ. Первоначально нам нужно раскалить масло. Масло может быть любое. Например, растительное масло подсолнечное. Давайте посмотрим, сколько же мы должны налить масла. Примерно сантиметр. Здесь мы не должны жалеть масла, потому что тонкие стенки и ничего не должно пригореться. Включаем газ и немножко раскалим масло. Эфим Аркадьевич, я немножко замешательствую. Я боюсь эту машину. Она старинная. Может, вы мне поможете. Итак, мы залили масло, включили газ и начинаем готовить плов. Прежде всего, нужно раскалить масло для того, чтобы обжарить мясо. Готовят плов по-разному. Если это большой казан, то сначала отдельно обжаривают мясо с луком и с морковью. Но мы будем готовить послойно. Это тоже будет очень вкусно. И первоначально, самое главное, нужно раскалить масло. И пока у нас раскаляется масло, мы подготавливаем лук. Режем лук. Желательно лук нарезать кольцами. Плов очень любит лук. И вот наш рецепт, он будет именно с большим количеством лука. Так как сейчас у нас весна, лук, как правило, уже приходит к такому состоянию. Мягкий, мягкий, мягенький. Ну, примерно на такую вот кастрюльку нужно 3 средних луковочки и полкилограмма мяса. Ефим Аркадьевич у нас выбрал из мяса не очень жирную слинину эта лопаточка. Покажите, пожалуйста, наше мяско. Покажите, пожалуйста, наше мясо. Подготовьтесь к моркови. Кто-то режет морковь, кто-то ее трет. Одной крупной морковки будет достаточно. Кто-то добавляет масалу сразу непосредственно в мясо, кто-то добавляет чуть позже. Но я, например, люблю, когда плов насыщен масалой, то есть насыщен специями. И главная специя плова это барбарит и кумин или зира, как называют ее на Востоке. Очень пикантная специя, как ваш покорный слуга, не бедно. Что же у нас там? Проверим. Хорошо, накаляется у нас маслице. Мы услышим такой очень-очень вкусный запах. Когда масло нагреется, мы закинем туда мясо. Буквально минутка осталась до того, как нам закинуть мясо, мы дотрем морковь. На крупной терочке желательно тереть, если у кого-то есть шинковка, чтобы были квадратные дольки морковки, тоже нужно использовать. Но вот в данном случае у нас нет такой вот красивой терочки. И мы дотрем просто, могу понимать. Кусочек морковки можно скушить. Это каротин, это очень полезно. Итак, мы берем наше мяско. Подготовили. Будьте аккуратны. Поэтому нужно большое количество масла, чтобы не подгорело. Обязательно нужно немножко помешать. Если вы готовите, именно в такой посуде. Чтобы убедиться, что ничего не пригорело. Огонь не убавляем. Накрываем крышечкой. И готовим специи. Продолжаем. Итак, вот мы смотрим. Вот самая главная специя для плова. Вообще, настоящие любители и ценители плова, особенно плова по-узбекски, именно по-ташкентски, добавляют отдельно. Красный перец, но перец, это красный перец, который болгарский, высушенный. Вот в этой специи все есть. Барбарис, красный перец, болгарский, высушенный. Это обязательно. Очень вкусно пахнет. Мы добавляем это в мясо. Примерно около ложки. Потом мы еще добавим перед тем, как заложим рис. В рис добавляют специальный горох, который его предварительно замачивают, но здесь, в этой части Москвы, его фактически не достанешь. Я всегда дополнительно добавляю еще плов. Где-то пол чайной ложки, перед тем, как заложить рис, кумина. Он придает очень вкусный, сердкий аромат плову. Берем мешалку и перемешиваем. Кто-то добавляет сразу соль в мясо, кто-то потом, когда заливает водичкой. Накрываем крышкой. И можем начать подготовить, подготавливать рис. Рис, я, например, вкусная морковка была. Я, например, готовлю рис непропаренного, круглого узбекского риса, который очень упругий. Кто-то любит из пропаренного риса готовить. Ну что, продолжаем готовить. Это один из главных ингредиентов, когда вы готовите. Всегда нужно быть немножко на драйве, чтобы вкусно получилось блюдо. И ваше здоровье, уважаемые подписчики. Мы должны немножко посолить мясо, солим мясо и смотрим, чтобы оно немножко обжарилось. Посмотрите, пожалуйста, до какой консистенции должно обжариться мясо. Здесь уже есть масло для плова, в которое входит красный перец болгарский. Обязательно должен ходить барбарис и немножко зиры. И вот когда мы немножко обжарили мясо, мы начинаем добавлять другие ингредиенты. Заранее подготовленный лучок. Можно немножко его разделить. Давайте посмотрим. Кто-то разделяет, кто-то не разделяет. Напомню, что это на 4-5 персов готовится. Это один из вариантов плова. Потому что кто-то готовит мясо отдельно, а потом рис отдельно, как бряне. Мы с вами готовы именно, чтобы рис был очень-очень ароматным. Итак, закладываем лук. Кто-то любит его немножко перемешать, но если вы ложите слоями, то очень сочно. И рис пропитается луком, если вы не будете его мешать. Итак, камеру немножечко сюда поближе. Вот таким вот образом мы закладываем лук. Закладываем морковку. Все это немножечко вот таким вот образом прижимаем. Пока огонь у нас еще средний. Я, как правило, еще добавляю чуть позже. Вот сейчас, когда мы закинули с вами риса, ой, извините, не риса, а лука и морковки, немножко сверху добавляем еще специи. Если бы вы чувствовали, какой вкусный запах. Не бойтесь испортить кумином это блюдо. Рис у нас, посмотрите, заранее подготовленный. Обязательно его нужно промыть. Но рис для плова должен быть круглым. И закладываем рис сверху ровным слоем. Примерно на пол килограмма мяса. Это 300 грамм риса. И еще раз просыпаем приправкой для плова. Кто-то любит и добавляет еще карри и куркуму для цвета, чтобы был цвет такой вот немного оранжевый. Но это опять же на любителя. Если вы используете специю, в которую входит болгарский перец, он у вас будет очень красивого цвета. И что мы делаем дальше? Мы берем и заливаем водой примерно сантиметр. Пожалуйста, покажите наше блюдо. Вот таким вот образом. И один из самых главных. Хорошо. И один из самых главных ингредиентов это чеснок. Я, например, добавляю чеснок. Много чеснока. Очищая его от плодоножки. Но не очищая полостью. Сначала я его закладываю. Таким вот образом. Если даже попадут Плёночки. Ничего страшного. Главное, чтобы не попала плодоножка и не попала в серединку. Вы потом не представляете, какой вкусный будет чеснок. Внутри чесночинки будет достаточно. Хотя многие ложат еще и просто одну, допустим, чесночину, потом ее смакают. Вот таким вот образом. И фим. Ну и ложим еще одну чесночинку для вкуса. Убираем немножко сверху и распределяем ровно. чеснок, не перемешивая рис, как бы вдавливая немножко в наше блюдо. Что придаст в дальнейшем необыкновенный, тонкий, восточный аромат нашему блюду. Ну и соль. Рисный соль. Поэтому две щедрых щепотки, а то и три мы добавляем. Открываем крышек. И включаем огонь на максимум. И ждем, когда... Прошло 30 минут и мы уже на финале. Итак, мы приготовили плов и сейчас он должен потомиться. Мы выключили огонь и накрываем полотенцами, потому что это не толстостенная кастрюля. Накрываем и он должен немножко постоять. И буквально... Ну, я думаю, что минут 10 он должен постоять накрытый, чтобы все соки взял рис. Он до конца набух. И через 10 минут мы с вами с ними пробуем. Ну что, уважаемые подписчики, вот и приготовили мы плов наш. Посмотрите, какая консистенция он получился. Вот мы видим кусочки мяса. Получилось отдельными крупиночками рис вот такой консистенции. Вот такое вот мясо. И вот мы видим кусочки чеснока. для любителей остренького. Вот, посмотрите, целая... целая головочка чеснока. Красивое мясо. Приятного аппетита! С вами была Елена. Приятного аппетита! До новых встреч! Пойдем жрать. Блядь, недосоленый получился. Да? Угу.